всем привет ну сегодня мы опять будем запускать рыбу в реку карасика 30 50 грамм 400 килограмм просьба поставить лайк сразу же чтобы видео больше увидела людей ну и если не трудно подписаться вот такие вот ставки крутое рыбное хозяйство вообще гляньте сколько их вот там у нас уже стоит часть карася волоком затянули и клетку его запустили сейчас привезут веса будем взвешивать и грузить рыбу с нами он два казака один польши приехал ученик другой германии строитель и дизайнер веб дизайнер и здесь еще канал у нас ну в общем не маленькое такое рыбное хозяйство так ребята ну пошли волок затягивать он поставили на углу сейчас еще раз протянут потому что рыбы не хватает но мы решили позавтракать от бивнушки паштетик хлебушек картошенька солька и лучок и перчик отлично короче приступаем что тоже садитесь берите печенюшку чай и смотрите как будем сейчас волоком тянуть рыбу так ну ребята ну вот карася поймали видите меленький будет от 30 до 50 грамм 400 килограмм берем так ребята ну у нас дождь идет ставки набираются говорят ждать три часа поэтому мы решили не ждать пусть они тут сами вылавливает ее а мы поедем пока сядем на речке будем их там ждать покидая на поплавок думаю будет интереснее нам ну и три часа ждать не хочется вообще приехали ловить на реку ждем рыбу пока привезут а тут люди ходят гуляют к нам подошли спасти и наврали река разлилась вот там половлю опять под дерево покидаю а так все закинем здесь вот езди кинуть едет наша машинка с рыбкой так рыба едет 400 килограмм рыбы ну вот 400 килограмм чиков каратика сейчас уйдет в реку о это нам на уху до хороший зеркальный и окунёчки тоже будут на уху у нас двойная будет ухо а тут она вот так вот работает марок мотор запускает кислород саня вытягивает две кислородницы мне вот так она будет по шлангу этому рукаву спускаться пошел карасик хороший карасик хороший карасик от тридцати до пятидесяти грамм но есть больше не много концу лета денис он будет полу килограмма полу килограмма мусик будет думать концу лет то не думаю 250 400 граммов да да может быть если сетями не выбьют окуня доставай в мелкую хороший карасик лотву и окуня доставать лотву и окуня доставай в мелкую карасик гаисеринга а гаисеринга хаисеринга хаисеринга гаисеринга фильтр от м Пару раз звенел, пока мы выпускали. Может, это карась бьет там по нему. Да, может, карась по верху гуляет вон и леску дергает. Глянь, он тут бедный и он думает, что ему, сколько у меня пространства вообще, куда бежать. Бабер где-то? Пацаны пытаются сразу выловить выпущенного карася, он прыгает по всему камышу. Да. короб на уху чтоб не сдох в лужу поликлали он и так часа уже три наверное лежите ну короб спаренный с карасом короб с карасом да очистить надо ну вот так вот парни тянут ё-моё ляща да он маленький отпускайте его на опарыш да на опарышку я щас дистану да паводка плечи помислишь лящ да есть лопа на игоря напал ляч выпускаю ушел все клюет или в багажнике или на удочку а ты закидушку закинул да вадик а на камень клюет давай руку в эту с дядей денисом немного присели а а нормально прокатились можно просто немножко я профукал по инерции не зашел по ямке и застрял ну бывает теперь у нас начинаем мы со снычка и закончим ухой спасители 1 2 где-то то не спасители это филон щеки вот два филончика и два спасителя 1 и 2 и вот вот еще спаситель он рассчитался за трактор потому что налички у нас у меня не было только у него была наличка тракторист сказал что вы меня как все надурили но у нас оказалось не бы молодцы тоже вы конечно свою липту внести не я же не говорю вы просто не участвовали в выкапывании автомобиля курища 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 ну я поворачиваю такой друг запомнился курища курища так ребят ну начинаем варить уху мяско пожарили юрий юрьевич у нас главной казы но куня заматывающий сейчас будет первое ухо не чищеного не чищеного но но в марли там что-то бушует сейчас так замутаем проварим потом будет уже крупную рыбу но и на почистить это будет двойная ухо двойная так называемая окуньки да мы их не поймали мы вытянули с той рыбы которую мы поймали ну да в другом станке мы купили так юрий речь там еще у нас не готова да воно закипит а як ты хочешь расскажи как надо делать юр надо проварить короче это количество окуней нормально чтобы от них был вар а потом уже будет нормальную рублю ну ты скинешь полностью со всей трухой с марлей туда закинешь просто и все мне надо чтобы этот огонь большой ушел но он уйдет дрова у нас сырые по моему абрикоса или вишня что-то такое да абрикоса и вишня ну вот газовая горелка его подпитываем первый раз проварим сколько минут варить будем юр ну 20 прямо так в марлю завернули мы в этот раз в в этот раз у нас окунь чисто окуня завернули в марлю и первый отвар у нас будет с окуня потом увы вытянем да да и овощи и потому же карпушку закинем уже чтобы можно мяско было доживать вот так мы и сделаем карпушка где-то здесь вот он настолько сырые дрова короче что мы подпитываем газовой горелкой ну это выход дождь такой лупит вообще но лупил по крайней мере пять минут назад мы даже не тонули он клеенку вадим бачкович нужна голова от карпа приготуйте будь ласка є погруженню за губую бери я не раду цього пацаны на замяту цю бо немає штуково кидаю юрий ігорич сюди прям сюди да да голову будет заливной реально и вот спустя наверное 25-35 минут мы закидываем овощи не редьку не надо кидать у нас самому минуту закинуло голову карпа я думаю що це холодець буде наутро наутро да я буду без едят до утра игоря воды принесли мы так наливайте давайте это юра контролируй всю цибулю всю 4 не половинками а ну да ну крояка вода не мелко надо робить бо она буду зубов застрявать так я им две консервы открыть может ты хочешь поспать если хоть она уже улыбку сейчас лягаешь там шубка там все настроить не назад если шо есть кровать отлично одеяло назад отлично даже есть одеяло да ты мне ее брат подарил сегодня будешь спать на простыни Назар спасибо за это как вы делали на урок поехали горючку давай давай закидываем карпа где карп наш сначала надо убрать плавник можно и так вот это ты ему начал уже по ресторански ты мне по сельскому божали раз два два зачем мне по сельскому божали убираем плавник убираем нижние плавники их можно убрать просто вот так вот но уж не очень допущен все надо делать это по другому хорошим ножом но ничего страшного значит убираем вот плавник плавники нижний верхний это у нас карп зеркальный он вообще без лузки у него очень плотная шкура поэтому если нож вот пробиваем кость HEi и и Субтитры сделал DimaTorzok Все готово Это нам не нужно Потому что у нас уже очень хороший навар Поэтому это мы уже выкидываем А все остальное мы закидываем Стейки Мы закидываем В нашу уху Попробуем Вот готовая у нас ушичка получилась Просто бимбо Главное Знаете что в самой ухе Когда она не соленая Она является говном Вот только немножко ее подсолить Она сразу является просто Офигенным блюдом Не соленая уха Это просто Невкусная И вот Игорь сейчас накидывает Можно избавиться конечно от зелени Она ароматно-специфический Который очень хорошо войдет Ну любое блюдо Абсолютно любое блюдо Интересно тем Что его нужно доводить до вкуса Да то есть И как правило Это делается в конце любого блюда Сухое это не исключение Оно делается именно в конце То есть изначально навар Бульон один Бульон два Вот и в конце Добавляется соль Специи И в самом конце Когда вы уже укусняли Обязательно добавляется зелень Чтобы дать аромат И соль По вкусу Бимбо Короче едем домой Ребята все Отдохнули как положено Рыбу конечно не поймали Ну зарыбили Ставочек Смотрите дальше нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok